Добрый вечер! Телеканал Видное ТВ продолжает свою работу и у нас на очереди прямой эфир. Сегодня у нас в гостях Николай Бондаренко, директор Центра Госуслуг «Мои документы». Здравствуйте, Николай Васильевич! Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наши встречи в этой студии проходят достаточно регулярно. Вы были в прошлом году, и поэтому сейчас наш разговор мы начнем с того, что же нового в вашем учреждении произошло за это время. С момента прошлого эфира, наверное, прошли достаточно большие и интересные изменения, которые, мы очень надеемся, пошли на пользу нашим жителям, нашего городского округа. Мы в мае месяце, 14 мая, открыли дополнительный офис в микрорайоне Бутово-парк. Офис большой, просторный, красивый. Там сейчас работает пять основных окон и два дополнительных окна, когда много народу, и три точки доступа к порталу государственных услуг. Чем характерен этот офис? То, что он включает в себя не только прием документов, но также их обработку, отправление в ведомство, получение с ведомства и выдача результатов заявителям. Поначалу сомневались в этом проекте, насколько он пойдет. И действительно, первое время было народу немного, но постепенно-постепенно. И мы распространяли эту информацию, и жители узнали о существовании этого офиса. И, в конце концов, мы были вынуждены были с шестидневной рабочей недели перевести его на семидневную рабочую неделю. Как и главный офис. Да, как и главный офис, с 8 до 8 и в течение всей недели без выходных дней. Но об этом мы немножко подробнее позже поговорим. А помимо Бутова парка, планируется ли уже, может быть, открылись в каких-то других еще районах офисы или планируется открытие? Ну, мы пересмотрели немножко нагрузку на, не на доп. офис, а на территориально обособленное структурное подразделение Горки. В связи с тем, что там заявителей не так много было, а очень большие новостройки у нас в микрорайоне Купеленко, очень много жилья сдается. Мы открыли удаленное рабочее место, пункт такой приема-выдачи документов в микрорайоне Купеленко. Вот, он сейчас работает три дня в неделю, включая воскресенье. Ну, тоже пользуется спросом у населения. Насколько я знаю, жители Купеленко очень активно просили открытия этого офиса, потому что, ну, и далеко ехать на школьную оттуда, и плюс еще действительно много человек живет, и они именно хотели, чтобы у них на месте все было. Ну, к сожалению, транспортная проблема несколько затрудняет сообщение этого микрорайона с тем местом, где расположено основное здание МФЦ. А жители микрорайона Купеленко, они исторически очень активные, и депутатский корпус там очень активно работает, поэтому вот как бы совместно выработано было такое решение. В прошлом году Центр Госуслуг, наш главный корпус, добился большого достижения, он стал одним из лучших в Московской области. По каким показателям и удалось ли сохранить эту планку и держать ее на уровне? Ну, на самом деле показателей очень большое количество. Дело в том, что реально оценить работу любого учреждения, не обязательно МФЦ, можно только в том случае, если есть определенные измерители. И чем больше этих измерителей, тем более детализованно можно будет подходить к деятельности того или иного учреждения. И есть такой рейтинг и у нас, я сейчас попробую показать, не знаю, насколько это будет видно нашим телезрителям. Но, по крайней мере, из этой таблички можно оценить то большое количество показателей, которые применяются к МФЦ для оценки его рейтинга. Я так понимаю, что мы на втором месте, вот сейчас там в этом рейтинге. Да, почетное второе место, но... А всего там сколько мест? Всего 66. Это очень достойный результат. Ну, мы начинали когда-то с 46-го места, вот сейчас дошли до второго места. И это заслуга всего коллектива. Потому что в первую очередь и основной в этом рейтинге место отводится операторам, который ежедневно общается с заявителями при подаче тех или иных услуг. И что касается второго места, ну, второе место номинально. Впереди нас городской округ Зарайск. Вот, но если принять во внимание, что в Зарайске 12 окон, а у нас 55 окон, то, наверное, это разные места. Очень разные места. Среди крупных МФЦ на сегодняшний день мы лучшие по состоянию на следующий год. И глава ставит задачу еще более улучшить наши результаты. Ну, посмотрим, как это будет получаться. Будем стараться. Я думаю, это вполне себе возможно, потому что каждый раз, когда вы приходите на эфир, вы рассказываете о том, что у вас что-то новое появилось, какое-то развитие происходит. И я знаю, что в глобальной структуре МФЦ тоже сейчас все развивается. Анонсирован проект МФЦ 2.0. Что это такое? Да, МФЦ 2.0 – это проект Минэкономразвития России. Я бы даже сказал, не проект, это концепция развития МФЦ на ближайшие несколько лет. Чем МФЦ сегодня, пока еще, вот сегодняшний, отличается от МФЦ будущего, к которому мы придем и начинаем идти уже с 2020 года. Первая задача, которая стоит, это полное исключение возможности общения заявителя с чиновником. Для того, чтобы не было каких-либо соблазнов. Для того, чтобы чиновник не мог принимать решения по своему усмотрению. И вот то, что придумывается сейчас в МФЦ, то, что планируется в МФЦ, это будет полностью исключено общение жителей с чиновниками в рамках предоставления государственных муниципальных услуг. Это будет реализовано на деле. Частично это реализуется тем, что расширяется перечень услуг портала госуслуг. И федерального портала госуслуг, и регионального портала госуслуг Московской области. Если в начале прошлого года у нас было порядка 120 услуг переведено в цифровой режим, и их стало возможно подавать не только при очном обращении в МФЦ, либо в орган власти, то сейчас порядка 170 услуг подается исключительно через портал госуслуг, либо смешанная возможность подачи заявлений через МФЦ, либо через портал. А прием заявлений в органах власти прекращен. Это одно из направлений. Я правильно понимаю, что фактически в будущем человек из дома будет подавать заявку и также куда-то там себе на электронную почту получать документы? Да, это относится больше к проблеме цифровизации услуг. Мы движемся в этом, и во многом мы сейчас опережаем самые развитые страны Европы и мира по этому направлению. Та степень цифровизации и возможности общения, получения каких-либо услуг, которые мы сейчас и можем иметь со смартфона, она будет развиваться и будет развиваться намного сильнее. Другой вопрос, что не всем это подвластно, не всем это посильно, особенно я имею в виду старшее поколение, а большинство услуг социальной защиты сейчас привязаны именно к порталу госуслуг и возможно их подать исключительно через мобильные приложения, либо через мобильные приложения, либо через личный кабинет. Но если мы возьмем недалекое прошлое, то люди старшего поколения с трудом осваивали просто телефоны мобильные и не могли понять, как они работают. Но сейчас мобильными телефонами пользуются уже практически все, за исключением каких-то прям вот совсем-совсем случаев. Привыкли? Ну так что это естественное развитие, мне кажется. Тем более сейчас есть программа «Активное долголетие», где люди старшего поколения изучают, как пользуются смартфонами. А «Активное долголетие» это вообще уникальная программа губернатора нашего в Московской области, которая вовлекает людей старшего поколения действительно в активную жизнь. И это не только спортивное, вы абсолютно правильно сказали это и вопросы компьютерной грамотности. И, кстати, губернатор также очень много говорил именно о цифровизации, как общем тренде вообще и перехода на электронный документооборот. Уже сейчас многие услуги, которые мы оказываем в взаимоотношении нас, МФЦ и ведомств, происходят путем электронного документооборота. Задача стоит о том, чтобы полностью избавиться от бумажного документооборота. Потому что есть сейчас, к сожалению, услуги, которые мы в электронном виде формируем, отправляем в ведомство, а попутно наш курьер везет их на бумажном носителе. Сейчас это будет исправляться. Сейчас будет только все в электронном варианте. И как подача самого заявления, так и получение результатов. Например, если мы возьмем услуги Росрегистра выписки из ЕГРН, то мы и отправляем в Росрегистра в электронном виде. И нам же они присылают в электронном виде. Мы распечатываем, заверяем своей подписью, своей печатью, заверяем электронной подписью и выдаем заявителям. Кстати, о цифровизации, если уж мы затронули эту тему. И плюс еще то, что вы сказали, открытие офисов Бутово-Парк также открылся в конце прошлого года Центр управления регионом рядом со зданием МФЦ. Что это такое? Относится ли к вам эта структура? И что оно из себя представляет? Ну, вот так получилось по задумке нашего учредителя, администрации. И при активном продвижении этого проекта первого заместителя главы Дмитрия Владимировича Волкова, МФЦ стала сработником этого проекта. Сработником по возведению непосредственно здания Центра управления регионом. А вообще это проект губернатора. Он реализован в масштабах всей Московской области. В мае месяце прошлого года премьер-министр посетил этот центр, дал очень большую, высокую оценку областной центр, я имею в виду. А в конце января президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Красногорск, посмотрел, как работает этот центр, какие проблемы с помощью его удается решить. И дал поручение о том, что подобные центры должны быть во всей Российской Федерации. Сейчас это только в Московской области? Сейчас только в Московской области. Но элементом этого центра управления регионом, без которого невозможно обойтись, являются муниципальные центры управления регионом, которые являются аналитической площадкой всего того, что в регионе происходит. И сейчас глава видит тепловую карту, он сейчас видит, что происходит, в каком населенном пункте, какое большее количество обращений граждан появилось. Где-то это парковки на газонах, где-то плохо убираются контейнерные площадки. И моментально эта информация доводится до исполнителя. Сейчас уже практически все дворники оснащены у нас смартфонами. Дворнику приходит сообщение о том, что в том или ином месте под ведомственной ему территорией что-то плохо убрано. Он убирает, фотографирует, отчитывается, закрывает эту задачу. Вот то, к чему мы сейчас идем. Буквально сегодня утром здесь, около студии, я видел, как мусор вывозили и фотографировали. Ну вот, да, наверное, это один из элементов этой работы. Мы поговорили об открытии дополнительного офиса в Бутово парке. Давайте сейчас посмотрим сюжет, как сейчас там проходит работа, спустя полгода, и как реагируют на это люди. С удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут ей улыбнулась удача. В конце весны прошлого года здесь открылся дополнительный офис многофункционального центра, где созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не во всех организациях, далеко не во всех, а тем более там в нотариальных конторах, которые находятся в собственности физического лица, оборудованы пандусы, места общего пользования для людей с ограниченными возможностями. Здесь я себя чувствую, как рыба в воде, именно вот не ощущаю каких-то ограничений, что явилось, ну, если честно, одним из основных, может быть, моментов, когда я думала, что делать. Надежда занимается обработкой принятых документов от заявителей, а их в Бутовском офисе постоянный поток. В день специалисты обслуживают порядка 300 посетителей. Сегодня здесь работает пять окон, где можно получить абсолютно все услуги, которые предоставляет многофункциональный центр. Офис каждым днем набирает свои обороты. И потребность граждан в этом офисе, она идет колоссальная. Особенно сейчас, когда многие дома сдаются в эксплуатацию, здесь все-таки новые районы. И не всегда, и не у всех граждан есть возможность добираться, допустим, видное. А этот офис транспортно очень неудобно и доступно. Бывают очереди, но сотрудники МФЦ стараются с этим справляться. При необходимости посетители обслуживают специалисты, которые в зале не работают. Они выходят и провожают граждан в кабинеты, где также могут принять у них документы или выдать готовые. Однако местные жители хотели бы, чтобы в будущем центр расширился. В общем, доволен, несколько раз приходил, но бывало такое, что очередь создается. Хотелось бы, конечно, чтобы добавили пару рабочих мест. Явно их не хватает, потому что район большой, расширился. Большинство посетителей – это молодые семьи. Самые популярные услуги – регистрация прав на собственность, пособия, молочная кухня, а также замена паспортов и выдача загранпаспортов. Сотрудники МФЦ делают вывод – система «Мои документы» работает. Более того, работает качественно. Убрали очереди бесконечные, которые занимали с самого утра. Убрали вот эту какую-то грань, наверное, между госслужащими работниками, потому что народ у нас приветливый, специалисты все добрые, у нас их стандарту – это всегда на контроле. Здесь всегда следят за тем, чтобы заявителям было комфортно. Для посетителей с детьми предусмотрен игровой уголок. Для людей с ограниченными возможностями есть пандус. На входе – кнопка вызова сотрудника. Для слабослышащих на ресепшене – специальное вспомогательное устройство. Работает офис, как и центральный видновский, с 8 утра до 8 вечера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Ну что, Николай Васильевич, может быть, несколько слов прокомментировать этот сюжет? Ну, как бы сам сюжет уже говорит за себя, особо комментировать нечего. Единственное, что было выступление местного жителя, очень активного жителя микрорайона Бутова парк. Мы стараемся слышать, вернее и слышим, и стараемся всегда идти навстречу жителям. И сейчас собственникам этого торгового центра достигнута договоренность о том, что в районе вот этого местонахождения нашего офиса он выделяет нам еще 100 квадратных метров площади, которые будут объединены с этим офисом, что даст нам возможность открыть еще пять дополнительных окон в этом микрорайоне. И, что самое главное, завести туда миграционный учет в части регистрации по месту жительства граждан. То есть, как раньше называли, прописка. Мы сможем ее в этом районе оказывать тоже. А я напоминаю нашим другим активным жителям и зрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефону, который вы видите на своих экранах. А пока мы переходим к следующей теме. Это статистика обращения в МФЦ. Есть ли какие-то услуги, которые наиболее популярны у населения? Ну, наверное, да. Не знаю, насколько это правильно отнести к статистике, но большинство услуг, которые мы в сегодняшнее время оказываем, это как бы две таких крупных категории. Это услуги, которые связаны с Росреестром. Это регистрация права и предоставление выписок из ЕГРН. Это федеральная услуга, которая занимает у нас сейчас порядка 60-65% всех услуг, которые мы оказываем. И очень большой пласт услуг – это услуги соцзащиты, которые оказываем мы, которые нам активно помогают оказывать работники соцзащиты. Это услуги, которые условно относятся к соцзащите. Это, например, отдел жилищных субсидий и администрации, дежурство которого организовано у нас в МФЦ. И жители, прежде чем подать документы, могут сначала проконсультироваться, проверить свои комплекты документов. Это вот основное, что самое востребовано. А вообще за 2019 год мы оказали около 700 тысяч услуг. Это по сравнению, если, например, мы будем сравнивать январь месяц 2019 года с январем месяцем 2018 года, то уже сейчас это превышение составляет более 60%. Вот такими шагами мы идем. Вот настолько услуги стали востребованы жителями. Получается, за этот год может уже цифра до миллиона дорасти? Мы со страхом ждем этого. Но, тем не менее, мы же прекрасно понимаем о том, что городской округ расширяется. Растет количество жителей округа. И мы оцениваем жителей не только потому, зарегистрированы или не зарегистрированы. У нас большинство услуг сейчас оказывается по экстерриториальному принципу. То есть у нас житель по каким-то услугам может, по федеральным услугам может обратиться в любой МФЦ. Услуги регионального значения, услуги Московской области тоже могут сейчас оказываться в любом ОФЦ Московской области. И зная, как наши операторы, насколько они вежливы, насколько они стараются помочь, а миссия нашего учреждения в основном заключается в том, что мы хотим и готовы помогать жителям. И к нам очень часто приезжают заявители с других районов, потому что они знают, что это без очереди, это культурно, это комфортно. Тем более мы сейчас постарались создать еще более комфортные условия для ожидания того небольшого времени, которое требуется для вызова к оператору. Что именно входит в это? В кафе, который мы открыли прямо в зале ожидания, и можно скоротать это время за чашечкой хорошего кофе, свежесваренного. А что касается списка оказываемых услуг, добавились ли какие-то новые туда? Нет, их как было 354 услуги, которые мы готовы оказывать, из них 69 муниципальных услуг, так и осталось. Изменился сам порядок при составлении услуг. То есть многие услуги у нас перешли в ранг портала, который можно оказывать только с портала. Причем у нас не так давно проходило социологическое исследование полгода назад на территории района. Жителям задавался вопрос, а как часто вы пользуетесь цифровыми услугами? Вот стоит отметить, что даже не все жители смогли пояснить, а какими цифровыми услугами они пользуются. А между прочим, если мы проверили дневник нашего сына или внука на портале, это уже цифровая услуга. Записались на молочную кухню, цифровая услуга. Записались ко врачу, цифровая услуга. Но вот этот перечень остается неизменным, меняются только подходы и сроки оказания этих услуг. Все становится быстрее. А все ли услуги оказываются в дополнительных офисах или за какими-то нужно ехать только в главные? К сожалению, на сегодняшний день, в силу того, что время работы офисов, дополнительных офисов, которые находятся в поселениях, отличается от времени работы центрального МФЦ. Как правило, это 2-3 раза в неделю и неполный рабочий день. Но это определено федеральным законодательством. Мы не можем, не имеем финансовой возможности сделать эту работу более длинной. Некоторые услуги не оказываются. Например, не оказывается услуга регистрационного учета граждан. Прописка, о которой я говорил, которую мы сейчас планируем в Бутово. С чем это связано? Это связано с хранением картотеки. И если житель придет у нас на удаленное рабочее место, например, подать документы, он потом не всегда может получить, потому что ему надо срочно, а офис в это время не работает. Поэтому пока вопросы регистрационного учета, до тех пор, пока они не будут полностью оцифрованы, у нас оказывается по месту нахождения центрального офиса. К нам начинают поступать вопросы от телезрителей. Юрий Васильевич задает вопрос. Сегодня жена обращалась в МФЦ по вопросу обмена водительского удостоверения. При звонке по телефону время ожидания составило 45 минут. Сколько операторов работает на телефонной линии и когда планируется сокращение время ожидания ответа по телефону? Хороший вопрос. К сожалению, не все от нас в данной ситуации зависит. Почему? Потому что справочный номер – это справочный номер правительства Московской области. 8 850, ровно 30. И вам может ответить любой оператор, который находится на территории Московской области. Первый – освободившийся. Нагрузка на операторов достаточно большая. Иногда она формируется искусственно. Например, заявитель хочет узнать статус готовности своего заявления, например, по Росреестру. Это можно сделать на портале Росреестра. Но поскольку заявитель об этом не знает, он вынужден звонить по телефону. Очередь ожидания увеличивается. Но если наши заявители наберут к этому федеральному номеру 8 800, добавочный номер 352 220, то он попадет уже к нашему оператору. И это будет значительно быстрее. Эта информация также есть на официальном сайте? Да, эта информация есть также на официальном сайте. То есть на будущее просто можете зайти заранее на сайт и узнать этот номер, чтобы сократить время ожидания. Следующий вопрос от зрителя. Есть ли услуга оказания юридической помощи в Центре госуслуг? Этот вопрос уже мне знаком. Он поступил ко мне на личную почту, электронную почту, которая есть на сайте. К сожалению, мы не можем оказывать в силу специфики своей деятельности, оказывать консультационные услуги по всему спектру российского или международного законодательства. Но в рамках предоставления той или иной государственной или муниципальной услуги мы оказываем полностью помощь и полностью поддержку. Кроме того, вот с этим вопросом, наверное, будет связан еще один вопрос, возвращаясь к теме концепции МФЦ 2.0. Эта концепция предусматривает создание на базе МФЦ службы защиты прав заявителей. То есть руководитель МФЦ будет уполномоченным по правам заявителей перед ведомствами и будет защищать интересы заявителей вплоть до судебной защиты. Кстати, возможно, следующий вопрос от нашего телезрителя тоже в этой тематике. Участились случаи утечек персональных данных у граждан, которые обращаются в госучреждения. Гарантирует ли МФЦ их сохранность и каким образом? Перед тем, как МФЦ начинает оказывать услуги, либо, например, вот у нас есть 35 окон, мы хотим 36 окно для удобства заявителей открыть, это окно, это окно, это компьютерное оборудование в обязательном порядке аттестуется. Аттестуется по той организации, которая имеет лицензию ФСБ. Устанавливается специальная система защиты информации. Нам неизвестно случай взлома этой системы. Более того, мы не работаем в открытом контуре, мы работаем только по закрытым каналам связи. Это и является гарантией того, что персональные данные наших заявителей не могут быть взломаны или бы использованы в корыстных целях. Но, кроме этого, если заявитель по какой-то причине сомневается, он может написать, обратиться к нам с соответствующим заявлением о прекращении обработки данных. Это заявление мы направляем в Министерство государственного управления и информационной политики Московской области, и все персональные данные заявителей удаляются. Потому что работа в МФЦ – это достаточно тяжелая физически, в том числе работа, я имею в виду, у сотрудников есть какие-то, может быть, специальные тренинги или какая-то специальная подготовка к этой работе? Вы знаете, прежде чем говорить о тренингах подготовки, мне бы хотелось бы сказать о тех сотрудниках, которые работают непосредственно в окнах, которые работают непосредственно на приеме. И хочется обратиться ко всем заявителям, которые к нам приходят в центр, чтобы они с пониманием относились к тому очень-очень тяжелому, эмоционально тяжелому, физически тяжелому труду, который выполняют эти сотрудники. У нас есть норматив – 35 заявителей в день мы должны обслуживать. Но мы не можем отказать заявителям, если они приходят и им требуется наша помощь, им требуется оказание той или иной услуги. Тем более, зачастую это не просто потому, что ему эта услуга нужна, зачастую это связано либо с выездом за границу, получением загранпаспорта, либо водительское удостоверение, закончился срок предыдущего водительского удостоверения, либо это связано с продажей объектов недвижимости, деньги в ячейки заложены. Много всяких случаев. Мы не можем отказать. Мы подключаемся свободными сотрудниками, сотрудниками бэк-офиса, которые потом, после окончания рабочего дня, вынуждены доделывать свою работу. И на сегодняшний день, я вам сказал об увеличении на 60% количества оказанных услуг. Это не просто, что мы взяли и оказали больше. Это время сотрудников, которые начинают более быстро оказывать услуги, которые жертвуют иногда своим личным временем, но идут навстречу заявителям. И на сегодняшний день у нас эта нагрузка доходит до 50, до 55 заявителей в день. Представляете, сколько? При норме 35. При норме 35. И, конечно, мы очень надеемся на то, что заявители видят это и с пониманием к этому относятся. Но в любом случае обслужим любых заявителей. А что касается подготовки, тренингов, да. Мингосуправление и наш областной центр МФЦ, который находится в городе Красногорске, они разработали специальную компьютерную программу дистанционного обучения, где каждый сотрудник в обязательном порядке проходит либо те тесты, которые ему в определенном порядке выставляются. То есть сначала идет обучение дистанционной той или иной услуги, изучение теоретического материала, потом идет сдача теста. Ежемесячно в обязательном порядке сотрудники сдают эти тесты. И раз в полгода так называемое рубежное тестирование. Это тестирование является основанием для допуска сотрудника к оказанию того или иного перечня услуг, что в свою очередь сказывается на его заработной плате. Если он готов оказывать все 354 услуги, это один размер премиальных. Если он готов к меньшему, значит, соответственно, размер премиальных будет снижаться. От этого зависит и нагрузка за сложность той работы, которую они выполняют. Поэтому обучение непосредственно связано. А вообще, я так предполагаю, что сейчас мы, наверное, должны плавно перейти к вопросу о том, кого мы берем на работу. Есть ли какое-то, может быть, специальное образование юридическое или какое для этого нужно? Очень жалко, что пока что для специалистов МФЦ не готовит никто. И если мы понимаем, что мы берем, к примеру, учителя на работу, и мы знаем, у него есть соответствующее педагогическое образование, то здесь мы берем человека, который работал в каких-то абсолютно других областях. Это могут быть самые различные области. Предпочтение мы даем им, конечно же, тем кандидатам, которые имеют высшее образование. Желательно юридическое образование. Потому что работаем с физическими лицами, работаем с юридическими лицами, работаем с большим массивом правовой информации. И юридическое образование приветствуется, но не обязательно. Самое главное – обучаемость. Какой у нас порядок? У нас приходит кандидат и говорит, я хотел бы у вас работать. Он проходит собеседование с начальником отдела, с курирующим заместителем. Мы ему рассказываем, что такое госуслуги. То есть как бы пытаемся его ввести в курс дела. Если он говорит, да, я хотел бы попробовать, мы назначаем ему стажировку. Для того, чтобы, даже это, наверное, не стажировка, это ознакомительная стажировка, во время которой он, непосредственно находясь за спинами операторов, он видит эту работу, он начинает понимать, что происходит. Наблюдает со стороны, но в процессе не принимает участие. Да, в процессе не принимает участие. Более того, он недоступен к персональным данным наших заявителей. Но он знакомится с этой работой, знакомится с распорядком дня, знакомится, что оказывается, какой уровень знания от него требуется. И после этого он принимает решение, он может или не может. Мы еще раз с ним беседуем. Если он говорит, да, может, мы закрепляем за ним наставников. Это, кстати, о материальном стимулировании наших работников. Это оплачиваемая работа. То есть за каждым претендентом, вернее, уже работником, который оформлен на работу и готовится к получению электронной цифровой подписи для того, чтобы оказывал услуги, прежде чем он начнет самостоятельно оказывать услуги, за ним закрепляются наставники. Есть, причем, этих наставников несколько. Один наставник знакомит его с ресепшеном. Второй наставник его знакомит с услугами Росреестра. Третий с соцзащитой. Четвертая с зоной РПГУ. И только после того, как наставники дают положительное заключение, после того, как проходит тестирование этот сотрудник, только после этого мы его можем допустить к самостоятельному оказанию услуг. Иногда это неделя, иногда это и месяц, и больше. Вы сейчас так подробно это рассказали. Об этом не задумываешься, когда приходишь просто как посетитель в Центру Госуслуг. А тут действительно огромная работа стоит. Невидимая причем для простых клиентов. По каким все-таки нормативам живет МФЦ? Какой норматив ожидания оказания услуги? В настоящее время, если федеральный норматив у нас 15 минут, то в Московской области сейчас норматив установлен 11,5 минут. Это то время, более которого не должен ожидать заявитель. А какие-то оценки интерактивные там есть? Как-то, может быть, посетители свой отзыв оставляют лично тем людям, которых обслуживают? Мингосуправление разработало специальную систему оценок. Они есть у нас те, которые в Московской области. Они осуществляются через систему Добродел. Есть федеральные оценки, которые заявитель может оставить посредством СМС-голосования. То есть, по ряду федеральных услуг, например, услуги Росреестра, после получения результата, заявитель приходит СМС-сообщение с предложением оценить от 1 до 5 по 5-балльной системе работу МФЦ. Что очень важно? Заявители не всегда понимают о том, что они выставляют оценку не ведомству. Они выставляют оценку МФЦ. Почему это важно знать заявителю? Если он недоволен то, что, например, ведомство Росреестра, к примеру, Росреестра, пусть меня простят работники Росреестра, я знаю, какую напряженную большую работу они проводят, но, к примеру, у них получилась задержка. Заявитель вовремя не получил результат своей услуги, например, выписку из ИГРН. Он ставит не пятерку, он ставит единицу, но он тем самым подразумевает, что он оценивает работу Росреестра. Нет, он оценивает работу оператора, зарплата которого зависит от этой оценки. То есть все-таки эти оценки, они на что-то влияют? Это не только информация для директора? В обязательном порядке. Каждое утро, когда мои руководители, мои подчиненные руководители, линейные руководители приходят на свое рабочее место, они открывают специальную компьютерную программу и получают сводку за день прошедший. Сколько оператор оказал услуг, какие именно услуги он оказал, и кто из заявителей какую оценку ему поставил. Тем более, что у нас там есть оценки, которые связаны с вежливостью оператора, связаны с компетентностью оператора. У нас есть даже оценки, которые связаны с температурой в помещении. Ничего себе. Все у вас очень серьезно. Очередной вопрос от телезрителя. Галина Власова задает вопрос, советская 2Б, и указан телефон, если что. Почему мне отказывают в МФЦ оформление компенсации и отправляют на интернет-портал, в котором я ничего не понимаю? У меня нет ни интернета, ни мобильного телефона, и изучать все эти премудрости у меня уже нет возможности. Почему мне отказывают в оформлении данной услуги через окно? Уважаемая Галина, у нас есть ряд услуг, в том числе это относится и к той услуге, о которой вы упомянули. Они оказываются исключительно через портал госуслуг. Они полностью переведены в электронный вид. Если у вас не получается или нет возможности подать это заявление через портал госуслуг, вы всегда можете прийти к нам в МФЦ. У нас на первом этаже есть специальные операторы, консультанты зоны РПГУ, которые вам окажут всяческую помощь и доведут ваше дело до результата. Помимо непосредственной работы внутри МФЦ, ваши сотрудники принимают участие в общественной жизни муниципалитета. Это весной, субботники какие-то. Сейчас это, когда происходит торжественное вручение паспортов молодым людям, они тоже принимают в этом участие. Почему? Во-первых, большинство наших работников – это жители городского округа. Во-вторых, это работники городского округа. Работники, которые работают в муниципальном бюджетном учреждении. Поэтому мы не отделяем себя от всего того, что происходит в муниципалитете. Более того, мы способствуем реализации каких-либо программ. Есть очень хорошая программа в Московской области, называется «Чуткая власть». Одним из элементов этой программы – это торжественное вручение паспортов тем гражданам, которые достигли 14-летнего возраста. Но здесь справедливости ради сказать, что мы только организуем эту работу. Вручает либо глава, либо кто-то из его заместителей. Как правило, это вручает сам глава. И, конечно же, молодому гражданину, молодому гражданину не только России, а Подмосковья или Малой Родины, города Видное, Ленинского городского округа. Конечно же, приятно, когда это происходит из рук главы, с соответствующим напутствием, с соответствующей фотографией. И при этом вручается еще и именное поздравление от губернатора. Это одно из направлений нашей работы в обязательном порядке. Еще чаще всего обложка на паспорт тематическая. Обложка на паспорт тематическая. В прошлом году мы одно время вручали обложки, посвященные 90-летию нашего района. Потом было проведено голосование в администрации губернатора. Организовано в администрации губернатора голосование. И молодежь сама определила те обложки, которые она хотела бы получить. Их сейчас, по-моему, 5 или 6 видов. И мы с удовольствием предоставляем эти обложки вместе с паспортами. Николай Васильевич, большое спасибо, что пришли к нам на эфир. У нас время неумолимо подходит к концу. Ждем вас снова с новой информацией в ближайшее будущее, в ближайшем будущем. Спасибо вам. И до встречи на телеканале Видное ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова